Привет всем! Меня зовут Артём Жульев и это продолжение предыдущих видео о джазовой артикуляции. Если вы их еще не видели, вы можете посмотреть их здесь, перейдя по ссылкам. Подводя итог первого видео, если коротко, мы узнали, что такое базовая джазовая артикуляция. Это когда в фразах из восьмых нот или шестнадцатых лигуется вторая, восьмая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая и так далее. Мы узнали, что не всегда используется этот вид артикуляции. Мы узнали, что все зависит от мелодии, от вашей мелодии, от ее логики, от ее движения. Рассмотрим простой пример. Сейчас на экране вы видите фразу в до-мажоре на 2-5-1. Найдем сначала главные ноты в этой фразе, ноты, которые определяют мелодию, на которые мы будем опираться. Как это сделать? Самый простой, естественный способ это просто напеть, спеть эту фразу. Попробуем. Напевая, вот мне понятно, что ноты, на которые я опираюсь здесь, это до в первую долю си на третью и соль в первую долю следующего такта. То есть эти ноты было бы замечательно подчеркнуть, как это сделать, то есть акцентом сыграть их с языка. Вы видите, если придерживаться базовой артикуляции джазовой, да, мы видим, что не все важные нам ноты в этой фразе мы можем подчеркнуть, сыграть языком. Что мы делаем в таком случае? Я расскажу сегодня о трех, наверное, наиболее распространенных вариантов возможной артикуляции в данном случае. Как нам сделать, чтобы подчеркнуть нашу мелодию, чтобы она по-прежнему звучала интересно и вкусно. Первый вариант. Можно залеговать вместо двух нот, как в базовой джазовой артикуляции, три. Таким образом у вас появляется возможность выделить главные ноты языком. также, если вы хотите сделать ваш акцент еще более выпуклым, вы можете ноту перед акцентом, да, превратить ее в гоуст нот, как бы ее немножко проглатываем. Попробую показать. Второй вариант. Тоже очень распространенный. Это сыграть ноту перед акцентом, сыграть ее мягким языком, да, просто получится у нас две ноты, сыграны с языка. Акцентированная будет более жесткая, да, и перед акцентом более мягкая. И третий вариант артикуляции, о котором я расскажу сегодня, это сделать ноту перед акцентом очень короткой, такой как бы пред акцент, да. Это позволяет вам сделать еще более выпуклой эту важную ноту, да, вы ее еще больше покажете, как бы. Сейчас попробую тоже показать. Этим способом не нужно злоупотреблять. Это такой немножко трюк, да, как бы иногда в какой-то момент вашего соло вы можете это использовать. Но все время играть так не стоит, конечно. Понятно, что не стоит играть все время одним видом артикуляции, да, вот в данном случае, даже в одной фразе, да, не стоит повторять два раза на один и тот же способ. Можете их смешивать, в первой половине сыграть так, во второй, там, с ghost note, или наоборот, в первой с ghost note, и во второй с акцентом, как хотите, да, это уже дело вашего вкуса, вашей идеи, того, как вы видите эту мелодию. Экспериментируйте, ищите, выбирайте, как вам кажется звучит лучше. Ну и напоследок давайте немножко поэкспериментируем, попробуем сдвинуть эту же самую фразу, не изменяя ни одной ноты, да, сдвинуть ее на одну восьмую вперед, что получится, да, давайте посмотрим. Теперь мы видим, что все наши главные ноты, они остались теми же. Главные ноты у нас остались те же, до, си, соль, но теперь они прекрасно укладываются в базовую джазовую артикуляцию, так называемую. Все прекрасно лягуется и все логично. То есть все в зависимости от вашей мелодии и где она находится во времени, да, это надо понимать тоже. Пусть вас не пугает то, что я рассказал сегодня, да, на начальном этапе придется расставлять артикуляцию, искать главные ноты, ведение мелодии, думать где как лучше, но со временем эта необходимость в этом отпадет, вы просто будете так играть. Но к этому надо еще прийти. Можно было бы еще говорить о разных тонкостях, нюансах, но на сегодня и все. Надеюсь, это кому-то было интересно, кому-то поможет. Меня зовут Артем Жульев, и я пошел заниматься. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok